Все мы знаем, что такое ворота. Нам приходится проходить через ворота во двор или в гараж. А как попасть во ворота, которые ведут в небо? Ведь ворота это не только конструкция, ворота это место входа, это символ входа. Можно ли попасть к Богу? Как войти к Нему? Христос открыл ворота правды. Своим торжественным воскресением, победой, которую Он совершил над грехом, Он открыл путь в небо. И сегодня мы можем войти туда. Как это сделать? Давайте послушаем Слово Божие. Христос воскрес! Сегодня такое впечатление, что нет отдельно проповедников, отдельно слушателей, нет хора отдельно, отдельно зрителей, нет отдельно служителей, клириков, отдельно мирян, прихожан. Все едино. Едиными устами прославляем нашего Господа и Спасителя, как и Писание говорит об этом. И мы прочитаем текст из 117-го Псалма, начиная с 19-го стиха. 117-й Псалом, 19-го по 24-й стих. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны». «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны». Это удивительный псалом. Псалом, который все относили во все времена, собственно, к мессианским псалмам. Псалмам, которые имеют какое-то пророческое значение, пророческое указание. Интересно, что он входит в группу псалмов, которые пели всегда, когда совершали в Израиле Пасху. И Иисус с учениками, когда закончил пасхальный ужин, когда совершил вместе с учениками вечерю, установил эту вечерю для будущих поколений, вышел из горницы, то написано, что они воспели. И, вероятнее всего, они пели как раз халель, вот ту часть израильских песен, которые начинаются с 112-го псалма и заканчиваются вот этим 117-м псалмом. Вот эта группа псалмов 112-117 как раз составляет халель, торжественное песнопение, которое поется на Пасху и на праздник кущей. И вот интересно, что этот псалом 117-й написан как-то необычно по сравнению со всеми другими псалмами. Он наполнен весь какой-то радостью неземной, каким-то торжеством. Начинается этот псалом с таких слов «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И заканчивается этот псалом этими же словами «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». И весь псалом наполнен каким-то удивительным многоголосьем. Такое впечатление, что разные голоса звучат и прославляют Бога. «Да скажет ныне дом Израилев» начинается этот псалом, второй стих. «Ибо вовек милость Его», – отвечает дом Израилев. И дальше, как будто бы звучит от уст священника. «Да скажет ныне дом Ааронов». И все отвечают «Ибо вовек милость Его». И еще звучит такой же возглас уже, возможно, со стороны царя или со стороны предводителя народа. «Да скажут ныне боящиеся Господа», – и ответ звучит «Ибо вовек милость Его». И такое впечатление, что хочется продолжить и сказать. «Да скажет ныне хор и все собрание одесское, ибо вовек милость Его». «Да скажет ныне вся Одесса, ибо вовек милость Его». «Да скажет ныне вся Украина, да вовек милость Его». «Да скажет ныне вся Вселенная, ангелы, благ Господь, ибо вовек милость Его». Вот такой настрой дает этот псалом, такое какое-то необычное торжество звучит. Не знаем мы, по какому поводу написан был этот псалом. Возможно, и вероятнее всего, по поводу какой-то победы. Но тогда, когда псалмопевец писал этот псалом, он был движим Духом Святым, который указывал на будущую победу, указывал на истинного царя, который должен войти. И в этом псалме звучат такие слова «отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». «Отворите врата правды». Я не знаю, что имелось в виду в начале, когда входили в храм, что это за врата были. Вероятнее всего, были какие-то исторические врата правды. Но с точки зрения мессианского звучания этого псалма, конечно, речь идет о неких духовных вратах, вратах правды. И вот эти врата правды явно указывают на то, что есть какой-то вход в правду. Вообще понятие «врат», «врата» означает, конечно, не только то, что есть какая-то конструкция металлическая или деревянная, которая закрывает вход или открывает вход либо в город, либо в дом, или в какое-то строение. Но когда речь идет о вратах, то имеется в виду, конечно, гораздо более широкое понятие. Мы иногда говорим даже, что вот Одесса наша – это морские врата Украины. Это не значит, что здесь есть какие-то ворота металлические, деревянные, которые закрываются. Но это означает, что через Одессу входят с моря в Украину. В этом же смысле часто употребляется понятие «врат», «врата» и в Священном Писании, как понятие «входа» куда-то. Можно куда-то попасть. И когда речь идет о вратах правды, то речь идет о том, что есть некий вход в небеса, есть вход в другой мир. Это вход, который очень желателен для нас. Мы, конечно, понимаем, хотели бы, чтобы жизнь наша людская, человеческая, моя личная жизнь, каждого из нас, не заканчивалась здесь, на Земле. Как-то даже непонятно с чисто такой естественной человеческой точки зрения. Человек всю жизнь накапливает знания, опыт, совершенствуется. К концу жизни он имеет очень большой потенциал. И вместо того, чтобы использовать это, вдруг это все начинает теряться, там склероз появляется, как-то растворяется все это. Неестественно как-то с точки зрения даже самой идеи развития. Собственно, это все указывает на то, что мы предназначены для другого мира. Предназначены войти в лучший мир со всем нашим опытом, со знаниями, с духовным багажом. Со всем этим мы должны попасть куда-то. Но вот оказывается, попасть туда, в небеса, мы не можем. Закрыт этот вход, врата закрыты. И вот здесь псалмопедиц как раз и говорит, откройте мне врата. Он хочет, чтобы эти врата распахнулись. Но сами по себе они не раскроются. Они не раскроются по многим причинам. Мы хорошо знаем эти причины. С одной стороны, мы как творения, как люди из материи состоящие, не можем попасть в духовный мир. Мы не можем попасть в вечность. Потому что вечность, духовный мир и материальный мир разделены. Это абсолютно разные понятия. И для того, чтобы там оказаться, надо быть причастным той другой субстанции. Быть причастным именно вечной жизни, а не материальной. Но, конечно, есть еще более страшная причина. Причина, которую мы хорошо знаем в христианстве. Это называется грех. Можно по-разному ее называть, но есть нечто отрицательное, что мешает людям войти в вечность. И этот грех как раз закрыл врата между Богом и человеком. И Священное Писание очень ясно рассказывает, что было время, когда эти врата были распахнуты. И можно было свободно приходить к Богу, общаться с Богом. Но в результате грехопадения все изменилось. Сегодня эти врата оказались наглухо закрытыми. А Псалмопевец все-таки восклицает, откройте мне врата правды. Распахните эти врата. Никто из людей не мог этого сделать. Ни левиты, ни служители, ни какие священники, никто не мог открыть эти врата. Но был тот, который от начала готовился к тому, чтобы открыть эти врата правды. Мы говорим о нашем Господе Иисусе Христе. Он, пришедший оттуда, из небес, пришедший из другого мира, Он только мог открыть эти врата. И Он совершил это. Но совершил это не просто так своей силой, а совершил это благодаря смерти своей. Крестные страдания. Вот что, собственно, распахнуло врата. Вот что позволило изменить состояние. Потому что туда войти не может неправедный. Грешный туда не войдет. Поэтому и следующий стих звучит так. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Только праведные могут войти в эти врата. А праведность наша, как говорит Священное Писание, похожа на запачканную одежду. Это праведность, которая частично, может быть, и выглядит как праведность. Что-то мы пытаемся, все люди пытаются что-то сделать хорошее. Есть внутреннее побуждение делать что-то лучше. И вместе с тем мы все больше и больше пачкаемся и опускаемся в этот мир. И не можем сохранить и получить даже свою праведность. И вот Иисус Христос как раз и пришел для того, чтобы совершить вот это абсолютно невероятное чудо. Сделать нечто такое, что совершенно не укладывается в обычный человеческий разум. И следующий стих как раз об этом говорит. Вдруг как-то вроде бы необычно звучит следующий стих. «Камень, который отвергли строители, сделался главой угла». Вот это как раз заявление указывает на Иисуса. И в Новом Завете не раз подчеркивается, тоже есть параллельные тексты, которые говорят, используют вот эту фразу, говоря об Иисусе. Потому что Он есть тот камень, на котором живется вся Вселенная. На нем строится не только церковь, на нем строится весь мир. Он есть основание всего. Как, собственно, всегда при строении в те времена начинали строение с краеугольного камня. Нельзя было начать стройку середины стены. Она никогда бы не была ни ровной, ни устойчивой. Надо было начинать только с угла. И вот на угол ставили такие краеугольные камни. Как правило, это должны были быть очень серьезные, большие, основательные камни, от которых, собственно, начиналось строительство в разные стороны. Использует псалмопевец этот образ для того, чтобы показать духовный мир и духовное строение. Оно тоже должно начаться с какой-то точки, с важного основания, с твердого, незыблемого основания, который не может положить человек сам. Но сам Иисус Христос стал этим краеугольным камнем. Он стал основанием, на котором строится небесное строение, на котором строится, как я сказал, вся, собственно, Вселенная. Но этот камень отвергли строители. Он есть настоящий краеугольный камень. И только на нем она могла быть, вся Вселенная и, собственно, духовная жизнь, да и жизнь общества, нашего обычного человеческого общества, только на нем могла быть построена правильно. Но, к сожалению, его отвергли. И мы уже много слышали о том, как отвергли нашего Господа Иисуса Христа. Не только его учения, его лично отвергли, его жизнь отвергли. Собственно, как раз люди с готовностью хотели бы принять учение Иисуса Христа. Понимают и философы, и ученые прекрасно понимают, что учение Иисуса Христа несет жизнь. Это хорошее, правильное учение. Но хотелось бы взять это учение без самого Иисуса Христа. А так не бывает, не получится, потому что в отрыве от нашего Господа это учение теряет силу. Оно становится просто красивыми словами, которые невозможно исполнить. Поэтому единственный способ, который есть у общества, у человечества, у духовного мира, у всей Вселенной, единственный способ, который есть для того, чтобы правильно что-то построить, начать с Иисуса Христа. Он должен стать основанием, он должен стать тем краеугольным камнем, на котором можно что-то построить. И этот камень нельзя теперь отвергать. Мы с вами как раз, как люди верующие, начали свое строение на Иисусе Христе. И хотя все его отвергли, но мы принимаем и строим свою духовную жизнь на нем и только на нем. И если он сделался главой, началом, основанием для нашей духовной жизни, то это залог успеха. И дальше, следующим стихом, как раз Палмопевец говорит, это и есть от Господа, это от самого Вседержителя. Он установил такой порядок. Это его правило, его закон. И как бы мы ни пытались его обойти, это бессмысленно. Как бессмысленно обходить самые естественные законы природы, скажем, законы всемирного тяготения или какие-то другие законы. Как ни пытаясь их обойти, они все равно действуют. Вот точно так действует и этот духовный закон. Закон, который гласит, Иисус есть основание для любого строения, какое бы строение мы ни начинали строить. Это от Господа. И это, конечно, необычно, это дивно в наших очах, это непривычно, это непонятно. Но это единственный путь, как можно распахнуть врата и как можно войти туда, в небо. Этот день, когда распахнулись врата, это день мы как раз празднуем сегодня. Сегодня мы отмечаем вот это чудесное, удивительное исполнение древнего пророчества. Петербург говорит, что сей день сотворил Господь. Для него уже кажется, что настал этот день. Он пророческим взором видит воскресение Иисуса Христа, он видит распахнутую могилу, он видит этот гроб, который камень отвален, он видит, собственно, движение ангелов. Для него это все без всяких, конечно, подробностей, он не может это все описать, но он видит это как событие, он видит это как происшедшее. Сей день сотворил Господь. Радуемся! Это радость, которую посещает христиан, когда они вспоминают о воскресении, когда они живут воскресением, когда они восхваляют Господа. И, конечно же, вот первый день Пасхи, первый день, когда мы отмечаем этот праздник, вспоминая воскресение Господа Иисуса Христа, нам особенно должно быть радостно, мы должны торжествовать победу, торжествовать вхождение в эти небесные врата, которые были закрыты и теперь распахнуты смертью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Но не всегда получается радоваться. К удивлению нашему, надо сказать, что часто и в первый день Пасхи посещает грусть, посещает печаль. Почему-то трудно радоваться. Вот плакать вроде нетрудно. Нам легче плакать, чем радоваться. И, наверное, есть на это основания. Мы находимся в таком положении здесь на земле, мы находимся в таком состоянии, когда нам сложно постоянно видеть вот таким духовным взором то, что совершается на небе. А ведь на небе идет радость. На небе сейчас восклицают хоры ангелов. Очень интересно описывает Иоанн в книге Откровения то, что он увидел, узрел тогда, когда Господь открыл ему небо, показал ему, что должно происходить и как это происходит в вечности. Конечно, при всем несовершенстве описания, при всем несовершенстве того, что человеческим языком нельзя выразить виденное, Иоанн описывает так, я читаю седьмой главы книги Откровения, с девятого стиха. «После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолами, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальвами ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» Это действительно торжествующая песень, песень, которая там звучит уже непрестанно, и там она звучит естественно. Здесь, на земле, нам сложно все время видеть эти небеса отверстыми. Мы как бы понимаем, знаем, какая-то часть нашего естества радуется, и вместе с тем мы по-прежнему остаемся в теле, и по-прежнему остаются болезни, остаются скорби, остаются неприятности. Мы видим столкновения, злобу, мы видим, сколько греха, сколько грязи вокруг нас, видим кровопролитие, и все это, конечно, небольшое основание для радости. Вот умение увидеть все-таки высшее, взглянуть поверх всего этого, это умение, которое, оказывается, надо приобретать. Умение, которое не дается легко, потому что взор наш, плотской взор, видит прежде всего плохое. А вот увидеть хорошее и возрадоваться, видя это хорошее, вот это как раз то, к чему сегодня призывает нас и Священное Писание. Несмотря на все эти проблемы, мы можем радоваться. Вера наша и взор наш видят по-разному все время. То вера наша поднимается, и мы восклицаем и радуемся, то мы снова скорбим и забываем, как будто бы забываем о той великой радости, которую совершил наш Господь. Как, собственно, мы только что слышали, было и с учениками. Петр исповедует и говорит об Иисусе Христе, «Ты сын Бога живого! Ты тот, которого мы ждали!» Когда Иисус спрашивает, «За кого вы принимаете Меня?» И тут же, буквально в это же время, в лодке, когда Иисус совершает чудо, этот же Петр вдруг удивляется и говорит, «Кто этот?» «Кто этот?» «Что он совершает такие невероятные чудеса?» Вера как бы колеблется. С одной стороны, вроде бы и доверяем мы нашему Господу, и понимаем, что Христос воскрес и есть основание для радости, а с другой стороны, тут же опускаем нашу голову, опускаем глаза к земле и видим скорби, печали, и исчезает радость, и грусть снова приходит на наше сердце. Наверное, мы сегодня должны обратить внимание на этот день с радостной перспективой. Мы должны сегодня торжествовать и славить. У нас есть все основания для торжества. И несмотря на то, что мы, может быть, не видим еще все это совершившимся, мы знаем, что на небе идет прославление. И настанет такой момент, и, вероятно, скоро настанет такой момент, когда мы снова можем возрадоваться, возрадоваться от всего сердца и присоединиться к тому вечному хору, который воспевает славу нашему Господу. Аминь. Помолимся Господу, прославим Его. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.